При первом знакомстве с Escape from Tarkov у многих из вас наверняка возникает вопрос, какие же патроны выбрать к полюбившемуся оружию. Сегодня я попытаюсь ответить на данный вопрос и дать вам пусть и поверхностное, но понимание того, как взаимодействуют броня и боеприпасы в игре. Для начала стоит понимать, что опыт перестрелок в Escape from Tarkov будет достаточно сильно отличаться от других игр, а все из-за различного ттк, на который влияет броня, тип патронов и то, куда вы стреляете. Для понимания общей картины давайте рассмотрим местную систему повреждений. У нас есть 7 хитбоксов, 2 из которых являются ключевыми, а именно это голова и грудь. Для убийства противника вам нужно довести до нуля один из них. В среднем это 2 попадания в грудь и 1 в голову по небронированным целям, либо в том случае, если ваши патроны пробивают броню. С этим вроде все просто. Но как дела обстоят с попаданиями по другим хитбоксам, таким как руки, ноги и живот? Тут все немного сложнее. Когда количество хп в одном из таких хитбоксов доходит до нуля, последующий входящий урон начинает равномерно распределяться по оставшимся хитбоксам. Для общего понимания, средний урон от пуль колеблется от 40 до 60, а это значит, что ваш противник и вы сможете спокойно выдержать 5-6 попаданий в руки, ноги и нижнюю часть корпуса. Если у вас уже кипит голова, расслабьтесь, мы только начинаем. Если подвести промежуточный итог, то, например, используя бронебойный специальный патрон калибра 5.45, можно убить человека за 1 выстрел в голову, 2-3 в грудь и не убить его за 7 попаданий в руки, ноги или живот. Системой урона и ттк немного разобрались. Погнали дальше. Нам же нужно еще и броню как-то пробивать, да? Давайте разбираться с этим. В описании я оставлю ссылки на таблицы патронов с параметрами. При выборе боеприпасов вам по большей части нужно будет обращать внимание на параметр бронепробития. В игре представлены 5 классов бронежилетов, начиная со 2-го и заканчивая 6-м. Если очень грубо, то 2-й класс пробивается патронами со значением penetration power выше 18-ти, 3-й класс пробивается патронами со значением от 25-ти или 30-ти, в зависимости от материала бронежилета, 4-й класс уже с 42-х, 5-й от 50-ти и выше, 6-й от 62-х и выше. Также достаточно важный параметр это armor damage. Чем он выше, тем больше урона будет получать броня при сдерживании такой пули. Важно это потому, что чем меньше процент прочности брони от максимального значения, тем больше шанс пробить ее, используя патроны с более низким порогом пробития. Бронежилеты с прочностью 0 не имеют никаких защитных свойств. В целом этой информации вам уже должно быть достаточно для общего понимания. Далее пойдут уже конкретно мои рекомендации по оружию и боеприпасам для него. Главное помните, в таркеве не столько важно то, из чего вы стреляете, а то, чем вы стреляете. Это ключевой момент. На барахолке сейчас можно без особого труда приобрести практически любые патроны с минимальной наценкой. Так что для того, чтобы быстро и эффективно устранять цели, вам не нужно долго качаться, достаточно грамотно подобрать патроны. Начнем с АКМ и СКС. Это неплохое начальное оружие под патроны 7.62х39. Тут у вас не самый большой выбор, это либо программа минимум в виде дешевых ПС, которые достаточно уверенно пробивают 3 класс, либо БП, которые уже будут шить 4 класс и вполне приемлемо ломать до пробития 5 класс. Далее автоматы Калашникова под патрон 5.45х39. Ультрабюджетный вариант это патроны ПП, повышенной пробиваемости. Они пробивают большую часть бронежилетов 3 класса, но в идеале использовать БП или БТ. Они по 3 классу работают поувереннее, но использование этих патронов рекомендуется только в самом крайнем случае при остром недостатке бюджета, так как бронежилет 5 класса будет уже весьма уверенно держать от 10 до 15 попаданий БП или БТ. В идеале в каждый рейд заряжать БС патроны. С ними вы будете пробивать все цели в средствах индивидуальной бронезащиты до 6 класса. Но в текущих игровых реалиях встретить человека в бронежилете 6 класса практически невозможно. 7Н39 я бы не рекомендовал, так как несмотря на колоссальную пробивную мощность, они имеют крайне низкий урон и практически никогда не будут убивать цель в грудь с двух попаданий. Следующими на очереди идут штурмовые винтовки аэросистем под патрон 5.56х45, а именно М4А1 и HK416. Тут ситуация схожая с АК. Минимум М855, М855А1 и М856А1. Два последних типа патронов повышенной пробиваемости лучше, но для полного комфорта советую остановиться на М995. По большей части это аналог БС, но с более высокой начальной скоростью в 1013 метров в секунду, что делает их прекрасным выбором для марсманских сборок. Из пистолетов-пулеметов могу порекомендовать МП7. Она хоть и стоит в районе 540 долларов, но не нуждается в дополнительном обвесе. Имеет отличные характеристики и хороший калибр, а именно 4.6х30. Тут можно использовать практически все, кроме ActionSX. FMJ и Subsonic будут обеспечивать пробитие 3 класса, а APSX будут уже и 4, что в целом для оружия с такой скорострельностью вполне достаточно. Далее идет достаточно специфическое оружие, а именно AS-VAL и VSS под патрон 9х39. Не рекомендовал бы его новичкам, но если все же есть желание опробовать, то лучше использовать SP6. Четвертый класс они конечно уже не пробьют, но за счет высокой скорострельности и кучности оружия, а также хорошим параметром урона по броне, они приемлемо справляются с целями облаченными даже в 5 класс брони. Что касаемо такого оружия как М1А, РСАС и СА-58 под винтовочный патрон 7.62х51, то тут все просто. Только М80. Его будет более чем достаточно для пробития брони 5 класса. М62 не рекомендовал бы из-за неоправданной высокой цены. А М61 в подавляющем большинстве перестрелок будет менее эффективен, ввиду большой редкости брони 6 класса. По патронам калибра 7.62х54 для СВ-98, винтовки Мосина и уже анонсированной СВД все так же просто. Как с их западными аналогами, ваш выбор это ЛПС. Они пробивают 5 класс и имеют наиболее высокий шанс на фрагментацию в своем калибре. У 7Н1 урон больше, но его все равно недостаточно для ваншотов в грудь, а 5 класс им уже не по зубам. СНБ пробьет все что угодно, но урона у него маловато. Подводя итог, хочу сказать, что для комфортной игры поначалу лучше использовать патроны с значением Penetration Power 50 и выше, так как все же сейчас достаточно распространены бронежилеты 5 класса защиты. Да, множество популярных шлемов и почти вся забрала имеет 3 класс защиты, но не всегда у вас будет возможность стрелять абсолютно всем противникам в голову и в забрала. Ситуации бывают разные. Да, боекомплект таких патронов безусловно обойдется недешево, но лучше потратить часть своего бюджета на рейд на качественные патроны, чем на обвесы. Я бы даже сказал, что покупка патронов должна быть, если не самой приоритетной, то одной из самых приоритетных статей расходов. В следующих частях данной серии видеороликов я постараюсь рассказать о наиболее эффективном подборе бронежилетов и снаряжения в рейд. Спасибо за просмотр.